Здравствуйте, с вами Андрей Деркач, и вы смотрите программу «Итоги». Обсуждаем главные темы этой недели. Сложный маневр. Украинские войска продолжают наступление в Курской области. Перед какой дилеммой стоит Кремль? Обсудим с военным экспертом Михаилом Самусем. Точка кипения. На Ближнем Востоке Израиль вовсю готовится к оборонительным действиям. США усиливают военное присутствие в регионе. Готов ли Иран атаковать напрямую? Просуждает востоковед Никита Смагин. Другим путем в обход запрета в Россию проникло более 2 миллиардов наличных долларов и евро. Можно ли добиться стопроцентной эффективности санкций? Мнением поделится экономический аналитик Александр Каляндр. Уже почти две недели украинские войска ведут наступление в Курской области. Несмотря на то, что эффект неожиданности уже должен был пройти, Кремль по-прежнему не предпринимает радикальных мер по защите этого приграничного российского региона. Под ударом вскоре может оказаться и Белгород. По мнению экспертов, для решения проблемы Путину нужно перекинуть войска, атакующие по другим направлениям, в том числе в принципиально важном для России Донбассе. Это рушит все российские наступательные планы и сказывается не только на поле боя, но и на закулисном раскладе сил в Москве. Тему мы обсудили с военным экспертом Михаилом Самусем. Через столько дней после начала атаки стало ли уже четко понятно, какие военные или, может быть, политические цели стремится достигнуть Украина? А то как бы все это время мы немножко в таком неведении были, гадали и предполагали, что к чему. Дело в том, что цели операции могут вообще не быть известны никогда, если разве что через 50 лет в архивных материалах кто-то будет разбираться. Но в любой операции такого рода есть стратегические оперативные цели. И мы можем предположить, что в любом случае такого рода операции проводятся с целью улучшения стратегических или оперативных какого-то положения. Что здесь может быть конкретно? Но если брать стратегию, то это стратегическая дилемма, которая возникла сейчас перед Кремлем. Что делать дальше? То есть понятно, что сейчас в шоке и в хаосе, который наступил в Кремле. Это видно по Путину. Это стало неожиданностью. Причем я уверен, что разведка докладывала о том, что есть группировки, которые носят наступательный характер из признаки того, что украинская группировка в Сумской области готовится к каким-то действиям через границу. Но проблема в том, что военно-политическое руководство России, я думаю, что просто принципиально не могло допустить, что Украина посмеет это сделать. И поэтому на все доклады разведки был ответ, что не разводите панику. Мы сейчас выполняем главную задачу – это оккупация Донбасса до американских выборов или хотя бы до конца года, то есть до инаугурации американского президента, чтобы затем быть в сильных позициях, в переговорах даже не с Украиной, а именно в переговорах с новым американским президентом. То есть здесь стратегическая дилемма сейчас состоит в том, для российского руководства, что делать. То есть с военной точки зрения правильным решением было бы остановить наступление Донбасса, он никуда не денется от российского руководства, там долбиться можно еще 10 лет, и направить несколько дивизий, я сейчас не оговорился. Для того, чтобы остановить вот то, что сейчас происходит в Курской области, нужно 2-3 дивизий, которые могли бы ударить во фланги прежде всего, и по фронту остановить украинское наступление. Но российское руководство сейчас приняло самое худшее решение, которое может быть. То есть поставило задачу Герасиму продолжать наступление Донбасса и на других направлениях, ни в коем случае не снижать темп. Видимо, рассчитывая на то, что украинское руководство сейчас окажется без резервов, и придется им останавливать Курское наступление и уже каким-то образом затыкать дыры на других направлениях. И в этот же момент попытаться наскрести каких-то различных резервов, Росгвардия, какие-то третий эшелон резерв на Донбассе или в Херсонской области, Ахмат, срочники и так далее, и направить всю эту солянку в Курскую область, попытаться купировать эту проблему. И если российское руководство будет просто пытаться какими-то сборными солянками это все потушить, ничего не получится, будет еще хуже ситуация. А как далеко украинская армия сможет пройти вглубь, особенно учитывая, что ей противостоять, как вы считаете, будет эта солянка? В принципе, если полностью провалится оборона российская, то есть будет возможность выйти, например, к Курску, то почему бы и нет, потому что выход к Курску, даже не нужно его пытаться даже брать, но подход к Курску на 20 километров и подход к атомной станции, он создаст реально панику. То есть областной центр эвакуировать это уже не шутки. Это реально влияние на информационное пространство, я думаю, и на, собственно, политическое пространство в России. Как бы оно там не было развито или недоразвито, но все равно давление будет. С точки зрения военной я не думаю, что для Украины выгодно выходить аж на такую глубину. То есть в принципе, вот что я бы мог так придумать, скажем так, в этой операции, опять же, это фантазии, но если развернуться и пойти на Белгород, зайти в тыл тех группировок, которые сейчас атакуют Харьковскую область, да еще перерезать им коммуникации, то есть это будет на принципе максимум 40-50 километров от границы с Украиной. Там очень интересно будет, потому что, например, дорога Курск-Белгород, по ней идет в том числе снабжение той группировки, которая работает по Харькову, Харьковской области, Волчанску. То есть если ее перерезать, например, на каком-то отдалении от Белгорода, это будет, конечно, шок. Ну, во-первых, извините, Белгород отрежут от России. То есть получается, защищали сейчас Курск, а окажется Белгород в окружении просто, в блокаде. То есть это будет странная ситуация, но она вполне возможна. Я, например, считаю, что вот эта Курская операция, это всего лишь один из элементов более стратегической операции. То есть могут быть в нужный момент, когда, скажем так, клиент созреет, может быть удар и на других направлениях. Но, опять же, это все в руках Сырского, насколько он понимает задачи этой операции и насколько он понимает суть происходящего. То есть, опять же, куда-то входить в Курскую область и туда вкладывать огромные ресурсы, в том числе человеческие, я не думаю, что это сейчас для Украины самый лучший вариант. Я думаю, что пропаганда будет, как я говорил, пытаться вообще нивелировать этот эффект. То есть будет пытаться говорить, что, ну, там, знаете, там приграничные села какие-то эвакуировали, ничего страшного нет. Ну, вот нацисты, что с них взять? Ну, лезут идиоты, будем их убивать. То есть, в принципе, здесь задача российской пропаганды максимально держать это в каком-то вот просто таком неопасном, скажем так, виде. Понятно, что, кроме того, ну, Ютуба нет там, я не знаю, интернет уже начинают ограничивать, даже Телеграм, там что-то попытки идут. И, кроме того, я думаю, что вот с момента введения КТО режима, то там все сейчас берут под контроль ФСБ, и вот этих всех даже военкоров сейчас оттуда просто вычистят, чтобы не было вообще никакой информации. Я не уверен, что будет, что российское население может вообще даже что-то заметить особо, если не будет интересоваться. То есть, ну, обычный человек, ну, что-то там произошло, в принципе, пока не увидит какого-то человека, эвакуированного оттуда, он вообще может не понимать, что происходит. Это нормально, в принципе. В обществе, где ограничена информация, это абсолютно нормально. А вот по поводу элит, вот тут могут быть вопросы, потому что элиты-то знают больше информации, они будут знать фактически всю информацию, особенно те элиты, которые действительно дорожат своим бизнесом, статусом, они понимают, что да, на войне можно зарабатывать, в основном они все зарабатывают миллиарды долларов на этой войне, но, опять же, они же понимают, что если будет валиться этот режим, то они тоже туда уйдут, в катастрофу, и все их десятки миллиардов долларов, там, это все ни о чем, это все испарится, и о них забудут. А вот эта ситуация, она уносит опять все в другую сторону. Я думаю, что как раз сейчас элиты очень сильно присматриваются к ситуации, и могут, в принципе, и как раз создать какую-то неудобную ситуацию для Путина. Но, опять же, пока еще для этого очень рано о чем-то говорить. К сожалению, опять же, я скептически отношусь к тому, что может быть какой-то протест от населения, но если кто-то из элитов хочет, то население могут и поднять. Как это обычно бывает, в России это часто случается, по команде можно и запустить какие-то волнения или протесты. Ближний Восток замер в ожидании войны. После недавних атак Хизбаллы и операций Израиля по уничтожению лидеров проиранских группировок ситуация достигла опасной черты. Израильские войска и США вовсю готовятся к тому, что Иран вот-вот ее перейдет. Усугубляют ситуацию нападения израильских поселенцев на западном берегу в отношении палестинцев. Но в большей степени развитие событий будет зависеть от того, как будут продвигаться переговоры по конфликту в Газе и освобождению израильских заложников, захваченных Хамас 7 октября прошлого года. О беспрецедентности ситуации мы поговорили с экспертом по Ближнему Востоку Никитой Смагиным. Если мы берем происходящее вообще последние месяцы, то, конечно же, это незаурядная ситуация. То есть мы видим, что после 7 октября, видимо, регион вступил в новую фазу. И на треке особенно Израиль, Иран и, соответственно, США и Иран происходят достаточно любопытные события. То есть очень часто появляются кризисы, кризисные ситуации, которые фактически уже пару раз ставили эти стороны на грани прямого военного столкновения. Это ненормально. Такого очень давно не было. То есть я думаю, что когда у нас происходило нечто подобное, вот столь серьезная кризиса между США и Ираном, то, наверное, мы вспомним убийство Касама Сулеймани в 2020 году. И, в общем-то, и все. По крайней мере, если мы берем современную историю, не берем 80-е годы. С Израилем вообще за это время такого, наверное, не было. То есть, в принципе, частота вот этих кризисов, то есть этот год уже трижды, получается, стороны вставали на ситуацию, когда были на грани прямого военного конфликта. Это январь этого года, это апрель этого года и вот сейчас. И такого, в общем-то, видимо, не было никогда. Больше того, помимо этого, мы видим, что вокруг Израиля объединяются различные силы, которые готовы воевать против него и готовы жертвовать собой ради этой борьбы. То есть это те же хуситы, это те же исламские сопротивления в Ираке, те же по-иранские силы в Сирии, Хизбалла и, конечно же, Иран. И это тоже для Израиля нечто, ситуация, в которой он очень давно не был. В том смысле, что, наверное, с 1973 года не было ситуации, когда вот различные силы, вооруженные из различных частей региона, готовы воевать и готовы умирать ради этой идеи, собственно, с Израилем. Причем силы, зачастую, очень далеко находящиеся от него, вроде хуситов, вроде того же Иракского сопротивления, которые могли спокойно избежать этой конфронтации. То есть, в целом, конечно, ситуация не заурядная, она нестабильная и она, в общем-то, нечто относительно новое для региона. По крайней мере, последние лет 30 минимум такого не было. Последние действия Израиля по уничтожению вот этих лидеров. Говорит ли это о том, что переговоры по освобождению заложников, они зашли в тупик или, как считает Израиль, они зашли в тупик? Ну, во-первых, я думаю, что нужно понимать, что Израиль сейчас придерживается вот этой стратегии по уничтожению глав подразделений, структур, которые ему угрожают. То есть, и Хамас, в первую очередь, но и Хизбаллы тоже, и Корпус Страшсламской революции в значительной степени. Ну, то есть, всех региональных сил, которые ему угрожают, на границе, которые с ним стоят. И мне кажется, что, в принципе, мы должны понимать, что эта тактика не то, чтобы прям очень перспективная. Потому что, как показывает практика, как правило, когда ты уничтожаешь именно вот лидеров каких-то точечно, то вот в случае таких подразделений на их место приходят другие, и в лучшем случае это даст какую-то временную передышку, но, как правило, даже ее может не дать. Так что я думаю, что Израиль выбрал эту стратегию для того, что у него больше особо вариантов-то нет. То есть, тоже тут это одна из проблем, я думаю, происходящего, что это вряд ли тактика, которая принесет серьезные плоды. Думаю, в значительной степени, что да, это говорит, наверное, нам о том, что есть как минимум серьезные проблемы на переговорном процессе. Но, наверное, еще больше это нам говорит о некоторой решительности, с которой сегодня Нетаньяху готов идти на такие резкие шаги. То есть, наверняка, он это сделал, понимая, что переговорный процесс как минимум не так просто по нему достичь какого-то прогресса. Но, с другой стороны, это само по себе и обрывает перспективы какого-то прогресса на этом направлении, даже если они были совсем незначительными. Я не думаю, что там было ноль шансов. Но их было немного, но наверняка. Так что, в этом смысле, конечно, я думаю, тут сочетание с некоторой проблемой внутри, ну, переговорной между Хамасом и Израилем, с тем, что, в общем-то, как мы видим, Нетаньяху готов зачастую рисковать, чтобы сохранить свою какую-то политическую субъектность, какую-то свою политическую инициативу. И я думаю, это вот два фактора ключевых, которые приводят к тому, что вот такая тактика и такое проявление политика. Подводит ли все это нас к началу непосредственной войны, не отдельных каких-то конфликтов, да, вот прям целой войны, вот США даже атомную лодку отправили туда. Ну, опять же, пока мы видели, как уже пару раз, ну, то есть, как минимум в январе и как минимум в апреле, стороны вставали на грани вот этого прямого военного конфликта, но делали, то есть, посмотрели в пропасть и после этого делали шаг назад. Вот. То есть, с одной стороны, вот эта чистота конфликта, чистота кризисов, причем таких вот очень острых, которые вынуждают стороны думать, раздумывать о прямом ударе друг от друга, она пугает. В принципе, все как будто бы движется в том направлении, что это были не последние кризисы такие, они будут вновь и вновь возникать. Поэтому объективно говорят, что кажется, что да, что объективный процесс постепенно ведет на сторону какого-то прямого военного столкновения. Но, опять же, до сегодняшнего момента, что спасало, это рациональность игроков, которые находятся в регионе, и они, в общем-то, как бы не давали этому с каких-то туда. Так что в этом смысле, что скорее ситуация тревожная, но все-таки все еще остается надежда на вот какую-то общую рациональность всех сторон, которые, в принципе, войны, очевидно, прямой не хотят, и этого не хочет ни одна из сторон. Как вы думаете, вот собирается ли Иран непосредственно участвовать в войне, или он будет действовать руками Хамаса, Избалы и других прокси-групп региона? Ну, все-таки на стороне Израиля, как-никак, но США, да? Я думаю, что, конечно, изначально Иран не собирался напрямую участвовать. То есть, если мы возьмем ситуацию сразу после 7 октября, то, очевидно, что Иран планировал действовать чужими руками, как, в принципе, это его излюбленная тактика. Вот в этой прокси-войне он всегда предпочитает жертвовать не своими, не иранскими силами, не иранскими солдатами, а скорее солдатами своих подразделений, которые как бы так или иначе являются союзниками. Ситуативными ли союзниками, вообще союзниками, это тоже зависит от конкретного группировки. Вот. Но, как мы видели уже в апреле, в принципе, в каких-то исключительных случаях Иран готов и напрямую вмешиваться. Как мы видели, мы видим прямой удар по Израилю. Это, я думаю, достаточно серьезно. И в целом, я думаю, что Иран скорее придерживает тактики, при которой он все еще скорее предпочитает действовать не своими руками, но в крайнем случае он готов и включиться сам. Так что это тоже, на самом деле, достаточно новое качество, в котором находится регион. Такого не было практически никогда, потому что, опять же, прямого удара по Израилю мы никогда до этого не видели до этого года. Более двух миллиардов наличных долларов и евро поступило в Россию с марта 2022 года, несмотря на запрет США и Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на таможенные данные. Это может быть лишь частью всего объема запрещенной валюты, которая пересекает российскую границу в обход наложенных санкций, призванных усложнить взаимодействие российской экономики с иностранными государствами, в том числе и по военному направлению. Работают ли санкции и нужно ли надеяться на их стопроцентную эффективность? Мнением поделится Александр Каляндер, эксперт Центра анализа европейской политики. Идея санкций, которые, конечно, уже никакими санкциями не являются, два с половиной года являются они экономическим оружием. И идея их применения такая же, как и идея применения любого другого оружия. Это снижение боеспособности и устойчивости противника. Как на фронте, так и в Тулу. Поэтому любые экономические меры, любые экономические удары, называйте применение экономического оружия, называйте это как хотите, направлено на снижение устойчивости системы, на удорожание ведения войны, на увеличение вероятности внутренних каких-то проблем. Ничего нового никто не изобрел за последние несколько сотен лет. Тем не менее, вот как-то более двух миллиардов долларов все же в страну попали. Думаю, что это было проделано без особых затруднений. Например, потому что в коммерческих банках третьих стран, тех же Арабских Эмиратов, есть доллары и евро. Их можно купить и привезти. В объеме России это не очень много. Но вопрос, для чего эти два миллиарда долларов использовались. Я думаю, что они, во-первых, использовались для удовлетворения спроса на наличную валюту и для того, чтобы не вызывать ажиотажного спроса. И сделаем смелое предположение, что хотя бы часть из них использовалась для оплаты наличными ввоза в Россию всякой запрещенки. Поэтому, да, это нарушает герметичность санкций. Ну, много ли это или мало, вот мы видим, что это не очень много. Можно ли полностью закрыть попадание в Россию евро и долларов? Я, честно говоря, думаю, что невозможно. Эта история нам лишний раз говорит, не бывает стопроцентно водонепроницаемых санкций. По крайней мере, мне они не встречались. Я думаю, что их не существует в природе. Задача тех, кто устанавливает санкции, на мой взгляд, не в том, чтобы добиться их стопроцентной непромокаемости любой ценой, потому что цена может сильно превысить потенциальную выгоду, а в том, чтобы делать нарушение санкций как можно более дороже, как с точки зрения стоимости обхода, так и с точки зрения потенциальных рисков, если нарушители санкционного режима поймают за фолды. Насколько быстро Россия адаптируется ко всем санкциям? Насколько быстро она учится их обходить? И учитывает ли это Запад при контроле за тем, как санкции выполняются? Россия адаптируется к санкциям настолько быстро, насколько может. Это бесконечная война меча и щита. Я думаю, что в целом адаптация была быстрее, чем предполагали архитекторы санкций. Вопрос в том, что за это будет заплачено и как это отразится на дальнейшем. Санкции можно было ужесточить в самом начале, если бы политики Запада были готовы на то, что их избиратели понесут реальные, а не микроскопические, экономические проблемы в связи с этим. Но так как этого в целом не произошло, медленное, постепенное введение болезненных санкций дало России возможность адаптировать свою экономику и внешнюю торговлю к этому режиму. В том числе часть санкционных решений были сильно политизированы и, на мой взгляд, не учитывали соотношение, так сказать, политической выгоды и экономической рациональности. Какие-то можно было предпринять шаги, которые политически выглядели бы не очень хорошо, но их практически эффект был бы значительный. Это были итоги. Смотрите нас на канале «Настоящее время», а также на сайте и страничках соцсетей «Голоса Америки». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин